МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости. С вами Пана Анитова и Сурдоперевод Айгуль Стамбековой. В начале выпуска коротко о самом главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасная зона. Сотрудники Касселезащиты и ДЧС изучили объем снежного покрова в горах. Насколько опасна ситуация? Объединяют усилия против рака. Для талдукурганских врачей, онкодиспансера, мастер-класс и показательные операции провел специалист по онкозаболеваниям одной из ведущих клиник Кореи. Спутники Иглы. Число ВИЧ-инфицированных в области растет. Сотрудники спеццентра приводят устрашающие данные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу пять вопросов рассмотрены на очередном заседании Дисциплинарного совета Алматинской области. По информации представителей совета по этике, несоблюдение закона допущено в работе актива Панфиловского района. Им за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, выраженных в нарушении законодательства в сфере земельных отношений, члены совета вынесли выговор. А руководителю отдела сельского хозяйства Панфиловского района и Акиму села Боралдай Ильисского района вынесены предупреждения о неполном служебном соответствии. Получил выговор и руководитель отдела строительства Карасайского района. За нарушение порядка принятия в эксплуатацию здания школы. Кроме этого, на заседании был рассмотрен и вопрос в отношении руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области Сексенбая Бекишева. По результатам антикоррупционного мониторинга за допущение подчиненными фактов коррупции, а также ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, от членов Дисциплинарного совета региона рекомендуем Акиму Алматинской области рассмотреть дисциплинарную ответственность руководителя управления сельского хозяйства Сексенбая Бекишева. Абсолютно новый вид отдыха. Агротуризм отныне будет развивать Алматинская область. С нынешнего года самый сельскохозяйственный регион представит гостям из зарубежья и жителям мегаполисов возможность почувствовать себя настоящим фермером. Такой вид отдыха сейчас на пике популярности во всем мире. О том, как принять участие в новом начинании сотрудникам крестьянских хозяйств и работникам туристической сферы рассказали на специальном семинар-тренинге. На сегодня в Алматинской области реализуется масштабный план по развитию туристического кластера. Потенциал, отмечают специалисты, огромен. Только в этом году запланировано открытие ряда сервисных центров на главных тур-объектах края. А продвижение бренда ЖТСУ будет проходить на международных выставках. Развитие агротуризма также в числе приоритетных задач. Нынешний курс уникален в своем роде, но далеко не последний, подчеркивают организаторы. Мы обучаем еще и работников гостиниц, гостиничного бизнеса, с тем, чтобы они рассматривали данный вид туризма не только как создание больших фешенебельных гостиниц, а в целом как предоставление услуг. Это могут быть и гостевые дома, это могут быть семьи, которые могут принимать, например, в наших малых городах, или в Талдыкургане, тех же алматинцев, тех же астанчан или на Алакуле. Данные курсы являются сертифицированными, дают квалификацию совместно с... Мы их проводим совместно с управлением туризма и в последние годы совместно с Национальной палатой предпринимателей. Агротуризм больше Алматы областный, да. Это одно из первых мероприятий по развитию агротуризма в области. Сейчас первостепенная задача – это подготовка специалистов в данной сфере. Мы будем их обучать, как составить проект, как привлекать туристов, с какими турфирмами работать и многое другое. Наряду с природными и культурными объектами наш край очень богат и в плане растеневодства и животноводства. Нам есть чем удивить гостей. Агротуризм сейчас – это один из семи приоритетов региональной концепции по развитию туристического потенциала до 2023 года. Снежный покров в Алматинской области в сравнении с 2017 годом ниже на 30%. Угрозы схода лавины и подтопления населенных пунктов в регионе нет. Сотрудники ДЧС Алматинской области и специалисты КАЗ в селе защиты совершили плановый облет горной местности Джунгарского Алатау. Цель – выявление опасных участков по высокогорным рекам Каратал, Текили, Капал, Саркант и Лепсе. Недавно в районе реки Куксу произошел самопроизвольный сход снежной лавины. Объем сошедшей массы составил 4000 губометров. В это время года такие явления не редкость. Пострадавших нет. Нет и поводов для волнения, отмечают специалисты. На сегодняшний день обстановка стабильная. Мутность на реках нулевая. В случае обильных осадков все же возможен сход лавин. Но далеко от соны ненаселенных пунктов. Тем не менее, в ближайшие дни спасатели не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны. Это может спровоцировать обвал снега. Просим граждан не пренебрегать СМС-сообщениями от 112. Быть очень внимательными и бдительными. Сообщать всем родственникам о приходящих сообщениях. Будьте осторожны в горах. Первооткрывателю золотого человека Бекмуханбету Нурмуханбетову установлена памятная доска в Аксусском районе. Установлена она в средней школе Карасу села Янбек. Как говорят присутствующие, именно Бекен Ата олицетворял собой преданность к определенному делу, считавшим своим главным делом в этой жизни сохранение культурного наследия Казахстана. Действительно, благодаря ему и был открыт государственный историко-культурный заповедник музей ИСЦИК. К слову, кроме этого, установили сотрудники школы и памятные доски трём ветеранам Великой Отечественной войны из Аксусского района. На мероприятие приглашены старейшины села. Они и рассказали присутствующим о выдающихся подвигах героических личностей этого края. Мероприятие прошло на высшем уровне. Очень рады, что успешно провели его. Это учебное заведение построил наш земляк, уроженец села Янбек Мейрман Ермектасов. Сейчас вот поступает предложение о переименовании учреждения в его честь. Думаем, что в ближайшее время этот вопрос решится. И дети будут знать об ещё одном достойном выходце из нашего региона. Ярко отметили Науразми Рамэ жители села Жетежал Коксусского района. Несмотря на дождливую погоду, на мероприятия, организованные в сельском доме культуры, пришли практически все жители посёлка. О том, как празднуется день весеннего обновления на селе и в чём его особенности, в материале Ануара Амангельдинова. Давно в стенах Жетежалского дома культуры не проводились театрализованные постановки. Потому к празднику Наураз сотрудники ДК готовились особенно тщательно. Несмотря на дождливую погоду, посетить мероприятие изъявили желания практически все сельчане. И пока одни смотрели представления, другие наблюдали за спортивными баталиями, в которых приняли участие сельские подростки. Наураз – это особый праздник для всего казахского народа. Он способствует укреплению и объединению всех людей. Как вы видите, сегодня собралось очень много народу. Отрадно то, что большинство – это представители молодого поколения. Вообще у нас молодёжь очень активная. Многие из молодых ребят занимаются спортом, в частности борьбой. Хочу поздравить всех казахстанцев с этим прекрасным праздником и пожелать всего хорошего. Отметить всеобщую радость вместе с сельчанами приехал и олимпийский призёр Атланты Маулен Мамыров. Для него Житежал по-своему особенное и горячо любимое место. Как говорит он, всё его детство связано с этим селом. «Аура всегда всем нравится. Народу интересно здесь. Сейчас все собрались. Чуть-чуть, конечно, через погода подводят, а так всё плохо. В общем, хорошо проходит. Я сам здесь с первого класса учился. До шестого класса я здесь начал ходить на борьбу. Потом поступил в Алмату и дальше продолжил учёбу. Как бы здесь мои все братья, все здесь учились, наши родители здесь работали. Это связывает как бы... По завершению театрализованного представления собравшиеся отправились в юрты для того, чтобы отведать главное блюдо праздника на Урскозже, который всем гостям раздавали бесплатно. Ануар Аман Гильдинов, Габит Кабдрахман, телеканал ЖИТСУ. Ярко и с размахом отметили Науроз Мирамэ и в Вескельдинском районе. Светлый праздник весеннего равноденствия, когда Новый год по-настоящему вступает в свои права в селе Коннор, весело и дружно празднуют представителей различных этносов, проживающих в ауле. Подробнее в следующем материале. Науроз на селе празднуют по-особенному душевно. Ведь здесь все друг друга знают, все друг другу как родня. Праздника этого, как и в древности, ждут с особым нетерпением. Песни, танцы, спортивные состязания, демонстрация народных традиций. Каждый пришедший нашел для себя кое-что свое. Науроз в этом году прошел по-особенному. Народа здесь очень много, больше, чем обычно. Отрадно видеть здесь всех, все так красиво. Установили две белоснежные юрты. Там люди могут отведать Науроз кожей и другие угощения. Науроз в современном мире это своего рода еще и демонстрация, обычаев казахского народа. Курыцу, Кыззату, Беташар, Бесыгтой, Цаукесу и другие. Их продемонстрировали трудовые коллективы села. Науроз прошел на высшем уровне, мы все рады. Это праздник весны и равноденствия. Происходит обновление всего живого. К слову, и Айки у нас новый, но уже успел зарекомендовать себя, как хороший специалист. Народ к нему привык, и мы его уважаем. Спасибо администрации села за такой праздник. Огромное спасибо всему аулу. Без вас праздник не прошел бы так отлично. Хотелось бы отметить и наших предпринимателей, которые также внести вклад в проведение праздника. И, конечно, наш коллектив, который подготовил для гостей хорошую концертную программу. Кульминацией торжества стали спортивные игры, которые также придали национальный колорит празднику. Здесь мерили силами самые крепкие и сильные. Поднятие гири, перетягивание каната и казахшак врез. Все победители отмечены различными призами от спонсоров. Дамир Анитов, Думанал Тумбекулы, Нержан Нуканов, телеканал ЖИЦУ. Единство народа – залог успешного развития современного Казахстана. Так считают сотрудники уйгурского районного филиала партии Нур-Отан. В целях обсуждения вопросов казахстанской идентичности и толерантности в селе Шон-Же ими организован круглый стол. Потому как стабильность, единство и согласие – это основа модернизации духовного сознания казахстанцев, считают нур-Отановцы. В ходе круглого стола отмечен и проект главы государства «Пять социальных инициатив», в рамках которого сегодня в районе активно ведутся работы. Об этом рассказали председатели общественных организаций, члены молодежного крыла ЖАСО-Тан и представители уйгурского этнокультурного центра. Последние пропагандировали дружбу народов, как главное достижение страны за годы независимости и бесценное достояние нации. Сотрудники партии «Нур-Отан» подняли довольно-таки актуальную тему сегодняшнего дня. Единство народа – это главный принцип, которого мы все придерживаемся. В программной статье Рухани Жангару президент подчеркнул важность этого пункта. А обращение «Пять социальных инициатив» – это своевременный и нужный шаг вперёд для всех казахстанцев. Зарубежные новости продолжит выпуск. По последним данным, в пожаре в Кемеровском торговом центре погибли более 60 человек. Тела 19 из них направлены на опознание. Пропавшими без вести числятся 16 человек. Эти сведения сообщила российская МЧС. Большинство погибших – дети. По словам главы ведомства, пока ни одна из жертв пожара не опознана. Возгорание в торговом центре «Зимняя вишня», находящемся в столице Кузбасса, произошло около полудня в воскресенье на четвёртом, последнем этаже. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров. Спустя несколько часов внутри здания произошли обрушения перекрытий между третьим и четвёртыми этажами. У большинства пострадавших было диагностировано отравление угарным газом. Сегодня в Египте начались президентские выборы. На эту должность избирается нынешний лидер страны, 63-летний Ассиси и 65-летний лидер партии Альгат Муса Мустафа Муса, который на протяжении длительного времени был сторонником Ассиси, а потом решил заняться своей карьерой. Его заявка на регистрацию в качестве кандидата была принята за 15 минут до истечения срока подачи документов. Действующий президент в своей программе делает акцент на экономические успехи своего правления. Президентские выборы в Египте уже третий после революции 2011 года, когда был свергнут Хосни Мубарак. Для победы уже в первом туре кандидату необходимо набрать 51% голосов. В Кишинёве около 10 тысяч человек приняли участие в митинге за объединение Молдавии с Румынией. Организаторами демонстрации выступили блок национального единства, движение действий 2012, а также ряд молдавских партий, поддерживающих эту идею. Участники демонстрации, к которым присоединился бывший президент Румынии Троян Бесеску, зачитал резолюцию с требованием к законодателям двух государств начать мирный процесс объединения. Подобные акции в Кишинёве проходят в конце марта шестой год подряд и приурочены годовщины объединения Бессарабии с Румынией, провозглашенного в 1918 году. Президент Республики Молдова Игорь Додон призвал граждан не участвовать в этой акции и пообещал, что в ближайшее время объявит о создании национального фронта против объединения с Румынией. Зарубежные новости подготовил Алексей Цой по материалам интернет-ресурсов. Первый инновационный проект в сфере лесопереработки реализован в Североказахстанской области. А в Алматы известная мастерица возрождает искусство золотого шития. О самых интересных событиях страны расскажем в блоке новостей Республики. Искусству золотого шития посвящена выставка известной художницы и мастерицы Айжана Абдубаитовой, открывшаяся в Алматы. Работы автора дали новую жизнь почти забытым древним традициям декоративно-прикладного искусства казахов. Рукодельница восстановила технологии мастеров 15-19 веков. С исторической точностью воссоздала комплект ханской одежды. Военный мундир Жангирхана, бешмет ханши Фатимы и другие уборы казахской знати. На этой же выставке она провела мастер-класс для всех желающих. За все годы своего творчества, а это около 30 лет, художница обучила древнему искусству более 50 мастериц. В Северо-Казахстанской области реализовали первый инновационный проект в сфере лесопереработки. Предприниматель выиграл безвозмездный грант от Фонда науки и приобрел современный деревообрабатывающий комплекс. По словам бизнесмена, эти две чудо-машины заменяют шесть бригад лесорубов. Результат заготовки только за одну смену порядка 300 кубов древесины. Теперь в планах бизнесмена реализовать проект по выращиванию хвойных пород деревьев и создать на производстве еще порядка 30 новых рабочих мест. Тянущая Ниву женщина удивила казахстанца. В видеоролях суперсильная женщина, опубликованная в Инстаграм, облетел всю сеть. На записи видно, как женщине удается сдвинуть с места автомобиль Нива. Самое интересное, что она смогла передвинуть машину на несколько метров на каблуках. Известно, что действие происходит в Актюбинской области. Некоторые из пользователей считают, что у нее были помощники, которые толкали автомобиль с задней стороны. Другие же восхищались такой богатырской силой. Также в Казнете распространяется видео, на котором женщина в майке и спортивных штанах купается в снегу, при этом выполняя своеобразную зарядку. Пользователи отмечают, что данное действие происходило в Астане при лютом морозе, передает Нуркий Зет. В комментариях пользователи сети отметили, что якобы героиня видео ходит в таком виде в лютые морозы на протяжении уже нескольких лет. Обзор новостей подготовила Эльвира Лекерова по материалам интернет-ресурсов. Мастер-класс от южнокорейских врачей-онкологов в Талдыкургане. В минувшие выходные в областной центр прибыл известный профессор, доктор медицинских наук Пэк Намсон. Главная тема беседы – онкозаболевание молочной и щитовидной желез. «Для наших специалистов это уникальный шанс получить рекомендации от выдающегося мастера своего дела», – говорит директор онкоцентра Болат Сейтказин. Встреча прошла в форме открытого диалога. На каждый интересующий наших медиков вопрос Пэк Намсон дал вполне исчерпывающие ответы. Отметим, что профессор Пэк – врач-мамолог мирового уровня, имеет 45-летний опыт, член Корейских, Японских и Американских медицинских ассоциаций, а также Корейской ассоциации для детей с лейкемией и раковыми заболеваниями. Лауреат многих профессиональных наград, в том числе Американского биографического института, президентский орден чести. С руководством Алматинской области мы сегодня впервые провели такое мероприятие, сделали двум пациентам операцию. Тем самым они получили возможность вылечиться. Надеюсь, что в дальнейшем у нас будут возможности еще раз приехать в вашу страну и в ваш регион. Хотелось бы еще больше проводить такие мероприятия, направленные на укрепление здоровья населения и дружественных отношений двух стран. Благодаря этому мастер-классу, а также при живом общении, наши врачи, онкологи, мамологи получили бесценный опыт по производству таких операций, а также по лечению рака молочной железы у женщин. А также узнали, как проводится лечение в Южной Корее, как проводятся скрининги. О вреде наркотиков еще раз напоминают врачи и приводят устрашающую статистику. Официально взятых на учет наркозависимых в Алматинской области более 500. 300 из них вводят наркотические вещества внутривенно. Однако на самом деле эта статистика гораздо больше. Самое страшное, что сопровождает ее криминал – опасные ВИЧ-инфекции и смерть. 43-летний уроженец Талткургана Сабыр на Игле уже более 15 лет. Началось все с употребления курительных смесей, признается он. Впоследствии этого кайфа показалось мало. Так жизнь пошла по наклонной вниз. Первый раз попробовал в 96-м году это наркоту, внутривенную опию. Все там что как. Начал воровать, отсидел. И вот так с 96-го года до 2014-го года вот так все это было. Все это время он употреблял героин, воровал, сидел. Вот в 2014-м году я освободился, сейчас вообще не употребляю, не курю. Чисто трезвый такой образ жизни веду. Не пьем. Подобную ошибку в молодости совершила и Жанар. Из-за употребления внутривенных наркотиков четыре раза попадала за решетку. В настоящее время уже около года на ремиссии. Началось со двора. Делать нечего было. Попробовала ханку первый раз. Потом героин начала употреблять. Потом за это отсидела. Там уже была разведена. Сейчас опять сошлась, вот освободилась. На сегодня от внутривенных наркотических веществ зависимы в области около 300 человек. Последствия от этой зависимости ужасающие. Постоянные боли и психические расстройства. Это лишь маленькая толика последствий наркозависимости. В данное время сейчас у нас практическая работа проводится. Мы по школам ходим сейчас, работаем именно среди школьников и по вузам тоже самое. Чтобы не употребляли там наркотические вещества. В данное время пошло наркотические вещества, вот именно, сейчас вот типа синтетические пошли. Вот самое плохое дело, синтетические наркотические вещества, вот типа спать там, негалка. С них снимать пациента очень тяжело. Постоянным спутником наркотической зависимости являются ВИЧ-инфекции. Неизлечимая болезнь вмешалась в жизнь более тысячи казахстанцев и распространяется с устрашающей силой. Эпидемиологическая ситуация по Алматинской области по распространенности ВИЧ-инфекции очень сложная. На сегодняшний день зарегистрировано более 2800 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 46 детей до 14 лет. Из этого количества 1200 человек заразились этой инфекцией при употреблении инъекционных наркотиков. Это составляет 42%. И 52% приходится на половой путь передачи. Максимальная загруженность каждого дня полезными делами и информированность о причинах и последствиях наркомании, алкоголизма и токсикомании – ключ от этих недугов, утверждают специалисты. Потому профилактике главное внимание. Интересные гости, интерактивные зоны, тематические сцены, презентации и мастер-классы. А также конкурсы с отличными призами. Все это фестиваль комиксов и поп-культуры ТИКОН-2018, прошедший в Талдыкурганском дворце культуры имени Ильяса Жансугурова. В рамках программы главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Организаторы управления по вопросам молодежной политики отмечают, что комикс-индустрия в Казахстане получила новый виток развития. В подтверждение этому прошла демонстрация фантастического фильма «Ермек Баттер. Легенда забытых времен». Его автор – молодой казахстанский художник Мадибек Мусабеков сумел переплести в своем графическом романе исторические факты с казахской мифологией и превратить его в первый современный отечественный комикс. Главное же развлечение для всех участников – это общение. Многие приехали в областной центр, чтобы, как говорится, себя показать и на других посмотреть. Каждый стремился удивить окружающих нарядом, созданным по мотивам любимого комикса или фильма. Спикерами встречи стали Евгений Яковлев и Руслан Хубиев – одни из самых востребованных художников и комикс-блогеров России. Все эти фестивали, которые проводятся, я езжу по ним уже лет 12 по разным городам и странам, посвящены как раз-таки тому, чтобы более-менее показать взрослому поколению, потому что дети и так знают, да даже и детям зачастую что-то дальше супергероики они не видят. Что это тоже есть, как это выглядит, что есть люди работающие над этим, что это люди талантливые зачастую. Это бывшие писатели, бывшие журналисты, которые идут, пишут, издают и о которых можно узнать. С 22 по 25 марта в Талдыкургане прошел чемпионат Казахстана по муай-тай среди взрослых. В нем приняли участие лучшие 120 тайбоксеров страны. Победители состязания отобраны в национальную сборную, а также получили возможность выступить на чемпионате мира по муай-тай, который пройдет в мае текущего года в Мексике и студенческих играх в Таиланде. Тему продолжит Азад Шумаханов. Муай-тай, или как его еще называют тайский бокс, малоизвестный вид спорта для многих в Казахстане. Однако на сегодняшний день он набирает популярность во всем мире. Не исключение и наша республика. Казахстан входит в пятерку сильнейших стран по тайскому боксу, имея в своих рядах чемпионов Азии, мира и Европы. В нашей стране тайским боксом занимается много молодежи и детей. Свидетельством стало выступление наших спортсменов на республиканском первенстве. Юные бойцы показывают высокий уровень подготовки и всю красоту этого вида спорта. А в целом по республике Казахстан муай-тай занимается свыше 20 тысяч человек. Лет 10 занимаюсь 2007-го, грубо говоря. Занимал неоднократный призер чемпионата Казахстана, Кубка Казахстана, чемпион Казахстана, победитель международных турниров в Китае, в России. Муай-тай способствует развитию множества положительных качеств характера человека для личных и спортивных достижений. Поскольку нужно в доли секунд суметь распознать не только тактику противника, но и прочувствовать его характер. Чтобы стать чемпионом в тайском боксе, нужно трудиться не покладая рук и быть уверенным себе, говорит государственный тренер по муай-тай Кайрат Тилиубаев. Бои бескомпромиссные, ребята все настроены, все хотят попасть в национальную сборную. На данном чемпионате присутствует более 15 спортсменов-мастера спорта международного класса, более 30 мастеров спорта. Данный чемпионат является представительным очень. Особую благодарность хотелось бы выразить, естественно, федерации Муай-тай Республики Казахстана, которая обеспечивает спортсменов экипировкой, ценными подарками. Также отдельная благодарность хочу выразить управлению спорта Алматинской области за предоставленный прекрасный зал, за гостеприимство. Трехдневные соревнования прошли на высоком уровне и все участники показали высший класс. Теперь участники, признанные победителями в нескольких весовых и возрастных категориях, будут представлять нашу республику уже на международной арене. Азадж Маханов, Айбек Акшулаков, телекомпания РЖДСУ, Талды Курган. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин